Шаббат, шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы «Шмот». Из этой главы мы узнаем о лидере и о национальном герое, благодаря которому наш народ вышел из египетского рабства Амаше Рабейн. В Талмуде наши мудрецы определяют, каким должен быть лидер, и они делают это, изучая жизнь нашего учителя Амаше. Так как же он стал героем, и что нам нужно сделать, чтобы стать таким, как он? Давайте попробуем разобраться. Раби Йоханан говорит, что божественное присутствие, шхина, не сойдет на того, кто не соответствует следующим критериям. Руководитель должен быть сильным физически, а также богатым, мудрым и, конечно же, скромным. О силе Маше Рабейну нам известно из стиха «Шмот» и распростер шатер над Мишканом и наложил покрытие шатра на него сверху, как повелел Всевышний Маше. Высота Мишкана, как вы знаете, была примерно 5 метров. И то, что Маше смог самостоятельно набросить покрывало, свидетельствует о его большой силе. Богатство Маше происходит от остатков драгоценного камня сапфира, из которого были вытесаны вторые скрижали заветов. Как сказано, и сказал Всевышний Маше, чтобы он вытесал себе две скрижали каменные, такие же, как прежние. Как вы уже знаете из наших предыдущих уроков, что существует 50 уровней мудрости, и 49 из них были даны Маше. Такой вывод наши мудрецы делают на основании следующего стиха. «А ты немного умолил его перед ангелами». А этот муж, говорит Тора, Маше был самым скромным из всех людей, которые на земле. Что же получается? Если мы с вами будем физически сильными, богатыми, мудрыми и скромными, то мы можем стать хорошими руководителями. В принципе, да. Но я думаю, что должно быть что-то еще, сила или сила извне, которые помогают нам эти качества правильно реализовать. Начнем с Аидыши Мамы. Мамы Моше Юхевед, жены Амрама, матери троих детей, которым было суждено стать великими руководителями. Мирьян, Аарона и самого Моше. Представьте себе, она в самый разгар преследований со стороны египетских властей имела мужество, родив мальчика, прятать его три месяца, рискуя жизнью, и спасать его в дальнейшем. История мы узнаем о силе ее духа и находчивости. Итак, Аидыши Мама, это первая сила, способная дать Моше, Робейну, раскрыть или реализовать свои сверхсилы. Мирьям, старшая сестра Моше, она тоже сыграла одну из важных ролей в его жизни. Это она, старожила младенца, пока корзинка с ним плыла по Нилу. И это она повлияла на то, чтобы дочь фараона взяла его во дворец и тем самым не только спасла ему жизнь, но и дала ему наилучшее образование и воспитание. Тора изображает Мирьям, как человека, обладающего большим бесстрашием и присутствием силы духа. Следующая женщина, благодаря которой Моше, Робейну, не просто выжил, а стал таким, каким мы его знаем, это дочь самого фараона Батия. Именно она имела мужество спасти младенца и дать ему имя Моше и воспитала его как собственного сына в стране, где ее отец хотел уничтожить весь наш народ. Четвертой женщиной стала Ципора, жена Моше и дочь медианского священника Итро. Именно она спасает Моше жизнь, совершив обрезание их сыну, этим самым поддержав своего мужа в служении Творцу. Сильная духом и полная решительность. Таким образом, мы видим, что за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина или, как в нашем случае, группа сильных женщин. Каждый из нас, дорогие друзья, способен на успех, если рядом есть опора и поддержка в лице мамы, сестры, друзей и в особенности любимой жены и детей. Давайте поддерживать друг друга, помогая хорошим нашим качествам полностью раскрыться. Брахава Цлаха, будьте здоровы, много сил, шаббат шалом, ваш Равин Каплан.